Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот картофельные чипсы. 365 дней, купленные в ленте. Солью. Я не стала брать какие-то особенные вкусы. В последнее время почему-то мне нравятся чипсы просто с солью. Мне кажется, они гораздо вкуснее, чем со вкусом. Так, здесь у нас 90 грамм. Так, давайте посмотрим, что же у нас здесь находится поближе. Там вот состав большой находится. Тут вот что-то еще. Так, что легко. Это все такое. Так, сколько они стоили, честно, я не помню уже. Но мне стало любопытно, что же находится в такой закрытой пачке. То есть, другие чипсы известных брендов мы с вами пробовали. Мы знаем, что находится. То есть, здесь, честно говоря, я даже не знаю. Я первый раз увидела, что еще и чипсы есть от этого бренда. Поэтому решила купить. Так, нам понадобится, конечно, тарелочка. Такая симпатичная для всего этого нашего безобразия. И давайте ее откроем вместе с вами и посмотрим, что же там внутри. Так. Ну, выглядят, конечно, они по-разному. Здесь вот прям аппетитные такие. Такие ярко-желтые, такие симпатичные. То здесь такие какие-то тусклые. По виду, честно говоря, кажется, ну, скорее всего, здесь даже просто разведенная смесь. Даже не картошка, а просто разведенная смесь. Сделана овальчиком. То есть, они, в принципе, все одинаковые, по-моему. Ну, а нет, есть побольше. Я сомневаюсь, что это прям картофель тонко нарезанный. Потому что стоила она очень дешево. Рублей 25 или 30. Как-то так вот. И обычно вот от таких вот всяких брендов, они, ну, дешевые и, как правило, просто разведенная смесь. Вот. Давайте вам поближе покажу, что тут у меня такое в тарелке лежит. Как они выглядят. Ну, такие, знаете, чипсы-чипсы. Так вот, допустим, срочно захотелось чипсов. Или срочно пришли гости, вы открыли какую-то там упаковку. Насыпали ее в тарелку, типа, гости дорогие, кушайте. Ну, что-то такое вот. Наверное. Не знаю. Напишите в комментариях, покупали ли вы такую пачку чипсов и для чего бы купили бы ее. Честно говоря, мне проще купить ЛС. Она как-то вкусная, мне нравится она. Вот. А вот такую я первый раз в жизни с вами, кстати, пробую. Тут видно, что такие какие-то даже пузырьки, как какой-то подсохший лаваш. Ладно, не буду вас томить. Давайте будем пробовать то, ради чего мы здесь собрались. Пробуем. Хрустящие. А немножечко они такие, как подсушенные, жестковатые. То есть, в принципе, они немножечко даже толстенькие. Все-таки бывают чипсы прям вообще такие тонко-тонко-тонко нарезанные. Здесь они немножко потолще. Вкус картошки, ну, то есть, чипсы, картошки, да, с солью действительно присутствует. И, знаете, такой вкус, как в детстве, я помню, когда мама покупала чипсы, вкус был прям вот реально чипсы-чипсы. Такие вот, ну, какой-то, знаете, вот вкус такой нестандартный, такой необычный. Здесь он тоже присутствует. Такой довольно вкусный, приятно кушать. И, честно говоря, хочется еще. Я, честно говоря, поражена собою. Обычно мне не особо нравятся чипсы. Я их вообще не покупаю, не ем. Это вот чисто вот так вот для вас. А здесь, в принципе, они вкусные. Хочется еще, еще одну, вторую, там, третью. Ну, я думаю, скорее всего, это не сами картофельные. Может быть, картофельные делали картофельное пюре, там потом добавили, сделали тесто и вот что-то такое вот развели. А потом там кружочками сделали. Вот, и жарили, наверное, в масле, скорее всего, раз они вот такие даже получаются. То есть, не в духовке, как мне всегда кажется. Вот, давайте попробуем еще. Кстати, они не пересоленые, они просто с солью. Но они действительно вкусные, классные. Пробуем. Хорошо они так жуются. Вот, такие вкусные. Присутствует какой-то еще вкус, наверное, химии. Потому что бывают некоторые чипсы, допустим, чипсы светофора. На них тоже был обзор. Они просто бесподобно вкусные, от них оторваться невозможно. Там пачка огромная. Там просто, вот и я, и мама у меня ей покупала. Но тоже оторваться невозможно. В итоге съедаешь всю пачку за раз. Ну, здесь, в принципе, тоже вкусно. Вот, штучку за штучкой ешь, ешь. Но как-то наедаешься, появляется какой-то странный привкус. И потом, знаете, так, типа, нет, 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 спасибо, я больше не буду. Мне хватит. Но поскольку они здесь лежат на видном месте, то, конечно, уже будешь есть еще одну, еще одну. Ну, в принципе, честно говоря, так, нормальные чипсы. Самый стандартный, самый обычный, дешевый вариант. Может быть, кстати, их в салат можно добавить еще. Сейчас делают чипсы салатом. Вот. Из, наверное, звездочек у нас сейчас с вами идет такой момент, что я говорю, сколько звезд я бы дала определенному товару. Здесь бы я, наверное, дала звездочки 3-4. Где-то тогда, в принципе, вкусно, но есть чипсы и лучше, и вкуснее. Там, где я дала бы 5. Ну, тут, в принципе, так, среднее качество. Тем более, видно, что здесь намешано много. И состав там, в принципе, вы увидели тоже довольно большеватый. Все-таки там написано чипсы картофельные. И мне всегда почему-то казалось, что это будут чипсы из картофеля. А не на картофеле. Или сделанные там с картошкой чипсы. Я не знаю, или вот что-то такое. Вот такой у нас с вами был сегодня обзор. Также, конечно, у меня есть чипсы. Обзоры на чипсы русская картошка. Вот из светофора. Я не помню, как они называются, но они очень-очень-очень классные. Там еще какие-то московские, что ли, там, из фикс-прайса. Вот разные вы можете их найти. И, наверное, я оставлю в конечной заставке ссылку на эти чипсы. Вы можете еще посмотреть, если вас чипсы так сильно интересуют. Может быть, вы для себя что-то найдете вкусненькое такое. И сможете себя побаловать. Также на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики. Помимо чипсов, конечно, у меня есть обзоры на другие продукты. На шоколадки очень большой выбор обзоров. Милка, Альпингольд. Разные другие, какие мне удается найти в наших магазинах, купить. Вот, также обзоры на разные печеньки, шоколадки, точно, да, вафельки там. Ну, всего-всего полно. Также обзоры на технику есть. Кольцевая лампа, видеокамера. И там много-много всего интересного. Также на моем канале можно найти живопись, кулинарию. И, конечно же, влоги, которые выходят у нас каждый день, как мы с сыночком живем. Путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку три годика. Вот, обязательно посмотрите. Обязательно подписывайтесь с колокольчиком. Ролики у меня выходят каждый день. Обзоры через день. Все стараюсь, делаю для вас, чтобы вам нравилось. Подписывайтесь, чтобы вы смотрели. От вас я требую только... Ну, не требую, а, конечно, желательно. Если вы поставите лайки, обязательно подпишитесь и будете смотреть мой канал. Мне будет очень-очень приятно. И на сегодня это все. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока!